Почему дети плохо спят? ТОП-5 трудностей детского сна. Сегодня рассмотрим, а что делать, если ребенок спит плохо? Как быть с ночным недосыпанием? На это часто отвечают, подожди, подрастет и будет спать лучше. И если вдруг, вам повезло, и ваш ребенок действительно спит всю ночь напролет, вы попадаете в разряд, везунчиков, или как говорят, вытащила счастливый билетик. Как спит? Это основной вопрос, который задают молодой маме. Так уж повелось, что именно ночью наш организм отдыхает от прожитого дня, идут процессы обновления и восстановления организма, наш мозг обрабатывает, систематизирует полученную за день информацию. Все эти вещи нужны и для детского организма, скорее даже жизненно необходимы. Однако сон ребенка часто является сложным вопросом, ведь в зависимости от возраста мама сталкивается с теми или иными проблемами. Ночь – это время для сна. ТОП-5 проблем детского сна у подросших деток. Ребенка сложно уложить спать в определенное время. Из писем мам, на часах уже 20.00, а может и позже, а ребенок довольный и веселый бегает по квартире, играет, а может быть даже смотрит мультфильмы. Когда вы говорите, что пора спать, малыш может активно сопротивляться, начинать плакать, говорить, не хочу спать, а может действовать. Более мягко и оттягивать момент укладывания в кровать, мамочка. Можно еще один мультик. Папочка, ты такой хороший, я так редко тебя вижу, поиграй со мной еще чуть-чуть. Или может просто залезть к вам на ручки, обнять за шею и смотреть своими чудесными любящими глазками на вас, и вот ваше сердце тает. И вы говорите, ладно, еще немного и спать. Вроде бы ничего страшного не произошло. Ляжет ребенок спать позже на 10-15 минут. На самом деле вы дали ребенку важный и ценный опыт, ложиться спать в обозначенное время не обязательно. При умелом подходе этот момент всегда можно оттянуть. А потом, спустя пару месяцев такой практики, в ход могут идти и слезы, и истерики. И нам как родителям придется гнуть свою линию, переучивать, давить и заставлять ложиться в определенное время. Правило, установите четкое время отхода ко сну и выдерживайте его всегда. Ребенок ложится в кровать, но начинает вставать по важным делам, в туалет, попить, поесть, взять книжку, найти игрушку, с которой планировал спать. Вот что пишут мамы, если ребенок хочет встать и пойти в туалет, разве можем мы этому помешать? Помните, как говорил Карлсон, дело тоже тейское. И вот такие вечерние вставания с кровати превращаются в важную часть ритуала засыпания. Что такое ритуал? Это повторяющиеся действия перед сном, помогающие нашему организму настроиться на сон. Подробнее об этом в статье ритуалы перед сном и джи ти, и джи ти, и джи ти. Если вы регулярно позволяете ребенку вставать из кровати, вы тем самым не даете ему настроиться на сон, расслабиться, войти в уморотворенное и гармоничное состояние, из которого можно легко и быстро заснуть. Бегая, ища, делая что-то, ребенок накапливает внутри себя напряжение, что приведет к тревожному сну. Правило, все дела делаем до момента укладывания в постель. Если легли, больше не встаем. Ребенок часто просыпается ночью. Из писем мам, ночные просыпания очень часто могут сохраняться до 5-7 летнего возраста. И в ряде исследований публикуются абсолютно разные данные на тему, когда ребенок может спать всю ночь не пробуждаясь. Американские авторы пишут, что ребенок с 4-х месячного возраста способен спать всю ночь, его пищеварительная система должна отдыхать. Другие авторы говорят о том, что просыпаться ночью нормально вплоть до 3-4 лет. Причин, по которым ребенок просыпается ночью, может быть много, здесь и нарушенный режим дня, и плохое самочувствие, и наполненный мочевой пузырь. Чтобы решить данный вопрос, нужно подходить в анализу сна ребенка комплексно, ища причину и быть готовой работать по ее устранению. Важно понимать, что ребенку можно помочь спать крепче. А если этим не заниматься, то проблема никуда не исчезнет. Возможно, ребенок ее перерастет, а возможно и нет. Правило, у ночных пробуждений всегда есть причина. Анализируем день и устраняем возможные причины плохого сна ночью. Ребенок отказывается спать днем. Все дети рано или поздно перестают спать днем. Однако мы должны понимать, что дневной сон – это возможность детскому организму набраться сил, чтобы продержаться до вечера. Излишнее напряжение в течение дня всегда приведет к тревожному, плохому ночному сну с частыми пробуждениями. Ребенок может пробовать отказаться от дневного сна в очень раннем возрасте, но по его поведению вы всегда можете отследить, что малыш еще не готов проводить на ногах весь день. Вечерние капризы, плохой аппетит, заторможанность, рассеянность – признаки того, что нужно удержать и восстановить сон ребенка днем. Правило – стараемся всеми силами сохранить дневной сон до 6-7 лет. Помочь разобраться в вопросах сна подросшего ребенка вам поможет курс «Как быстро уложить ребенка спать и GT, и GT, и GT, ребенок засыпает, только если рядом с ним находится взрослый». Вроде бы и проблемой это не назовешь, вполне понятная детская потребность уходить в сон в условиях безопасности. Думаю, что и вам приятнее спать чувства рядом любимого мужа, а не в темной, холодной комнате, в одиночестве. С другой стороны, по мере взросления ребенка мы чувствуем внутреннее желание стать более свободной, независимой, иметь возможность посидеть и позаниматься своими делами, да хоть фильм вместе с мужем посмотреть, не прерываясь на постоянные детские «мама, помоги мне». «Мама, дай мне вот это». Если ребенок не умеет засыпать сам, а засыпает рядом с вами, то каждый раз выходя в легкий сон, его мозг будет сканировать пространство с вопросом «я сейчас в безопасности?». И если он поймет, что условия, при которых он засыпал, изменились, нет рядом мамы, папы, бутылочки, тити и так далее, возникает тревогой, ребенок просыпается. Так устроена наша психика. Правило, по мере взросления ребенка стараемся свести свою помощь в процессе засыпания к минимуму. И помните, решение любых проблем со сном возможно.